Служба 112 призвана решить целый комплекс вопросов, связанных с оперативным реагированием на экстренные ситуации. Теперь вместо того, чтобы размышлять, куда же обратиться за помощью, гражданин может набрать простой номер из трех цифр и получить помощь специалиста. Первый месяц работы показал, что служба востребована. На телефоны поступило свыше 32 тысяч звонков. Тем не менее, ряд проблем не позволил Одинцовской организации войти в пятерку эффективнейших подмосковных служб. Мы не в пятерке. Хотя материальных затрат у нас на систему 112, я думаю, побольше, чем у всех районов Московской области. И сил мы здесь тратим. Мы собираемся с вами в таком составе регулярно. Отдельной проблемой стал вал хулиганских звонков. Операторы службы ежедневно теряют драгоценное время, выслушивая ругань и грубые шутки. Тем временем дозвониться до центра не могут люди, пытающиеся сообщить о пожаре или вызвать полицию. Здесь, в общем-то, надо выбивать эти телефоны. Да, если мы видим, что это с городского телефона, давайте нам информацию. Мы будем через участковых проводить профилактические беседы. Деликатным вопросом стала психологическая поддержка звонящим с суицидными настроениями. Концепция службы 112 подразумевает оперативное решение вопросов. А в таких случаях это совершенно невозможно. Что касается суицидников и других сложных звонков, заведите на одно рабочее место психолога и сразу сбрасывайте. У вас оператор один должен быть на сложные звонки. Операторов центра вскоре будут консультировать специалисты из смежных министерств и управлений. Многие из них годами работали в подобных службах, а потому имеют бесценный опыт. Андрей Иванов поддержал идею и предложил на регулярной основе проводить семинары для операторов. Служба 112 функционирует уже чуть более месяца. Загруженность операторов порядка 12 звонков в час. Это при том, что работают они до 24 часов в сутки. Бывают весьма затруднительные ситуации, когда просто обрушивается вал звонков и операторы работают с большой нагрузкой. Как и всякая молодая организация, на данный момент служба 112 испытывает ряд проблем. Технические сбои, сложности с координацией работы подразделений. И тем не менее, 1115 звонков, поступившие в первый день июля, показывает, организацию ждут изменения к лучшему и большое будущее. Святослав Савенков, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.